Здравствуйте! Это программа в центре событий. В студии Наталья Степанова и коротко о главных темах. Научат выращивать картофель и Югра расширяет сотрудничество с ЮАР. Мировые звезды и новое прочтение классики. Фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня» проходит в Канты-Мансийске. После актировок и карантина в Сургутин на Лыжню России пришли 4000 человек. Югорские леса в Африке. На рабочей встрече губернатор Наталья Комарова и чрезвычайный и полномочный посол ЮАР на масонта Мария Сибанда Туси обсудили расширение сотрудничества. Так, есть предпосылки для поставок ДСП из округа в дружественную республику. Кроме того, опыт югорской аграрии планирует принять опыт развития сельского хозяйства ЮАР. Например, в провинции Фристейт в неблагоприятных климатических условиях вырабатывается до 70% всего зерна в республике и 40% картофеля. Взаимодействие планируют достичь и в использовании современных технологий возобновляемой энергетики. В той же провинции Фристейт хорошо развита горнодобывающая промышленность и нефтехимическая отрасль. По словам Натальи Комаровой, можно подумать над локализацией производств провинции в автономном округе. Югра ищет лучшие практики в области проектирования инфраструктуры городов и обеспечения безопасности. Мы крайне заинтересованы в развитии деловых отношений с страной, которую вы представляете у нас в стране. И уверены, что для этого есть все основания и возможности. И та и другая территория населены людьми с уникальной культурой, традициями. Взаимное знакомство и проникновение этих самых главных ценностей для людей, мне кажется, очень перспективны. В Сургуте прошел массовый пикет. В парке в 31 микрорайоне города собрались несколько десятков представителей категории «Молодые семьи». Они выступили против исключения из окружной жилищной программы людей, достигших 36-летнего возраста. Подобные акции проходят уже не в первый раз. По итогам таких встреч были написаны письма к руководству региона и страны. Сегодня в очереди на получение субсидий в рамках окруженных программ состоят более 20 тысяч югорских семей. В прошлом году на решение проблем ипотечников правительство округа выделило несколько миллиардов рублей. В основном это проблема исключения участников по 36-летнему возрасту и также иные исключения по иным обстоятельствам. В том числе сейчас людей требуют обратное возмещение компенсации процентной ставки. Ну и люди в принципе просто не могут дождаться положенных субсидий на своих детей. Уже кто-то более 8 лет стоит в очереди. Вступили в силу новые правила работы управляющих компаний. С 1 марта реагировать на заявки жителей им придется быстрее. Все действия аварийных бригад, коммунальщиков теперь регламентированы. К примеру, максимально допустимый срок ожидания ответа по телефону горячей линии не более 5 минут. Полчаса дается на локализацию ЧП и трое суток на полное устранение. Мастера должны приходить на вызовы форменной одежды и с полным комплектом запасных частей, быть предельно вежливыми и заходить в квартиры в бахилах. За нарушение норм теперь управляющим компаниям грозят штрафы. Максимальная санкция, отзыв, лицензии. Решение в реконструкции. Солнечный лидер по объемам строительства и приобретения жилья по программе расселения людей из аварийных домов. За последние три года муниципалитет купил здесь почти 900 квартир. Столь интенсивное строительство завело поселок в сложную ситуацию с точки зрения доставки ресурсов. На пределе находятся мощности по подаче теплового носителя и газа. Проложенные сети имеют ограничения по диаметру и объему голубого топлива. Одно из решений – реконструкция котельных. Это позволит ввести в строй еще несколько многоэтажек. Это самая сложная задача, которая стоит перед нами. Будем решать ее поэтапно. Увеличение КПД котлов хотя бы на одной котельной на 5% позволяет нам построить еще один 250-квартирный дом. На 10% – 2%, на 15% – 3%. Поэтому прежде чем замахиваться на какие-то грандиозные проекты стоимостью нескольких сотен миллионов по реконструкции, посмотрим, как можно решить путем замены котлов и повышения их КПД. Все еще не хватает. Директор окружного департамента образования Алексей Дренин рассказал о проблемах с кадрами. Пока в Югре учреждения укомплектованы на 99%. Обычно остается практика совместительства, когда учителя работают как минимум в двух местах. Чаще всего это происходит для повышения уровня зарплаты, но также это удобно и в отдаленных поселениях, где педагогов не хватает. Кроме того, в округе существует проблема с преподавателями точных наук, например, химии и биологии. Югорские вузы не занимаются подготовкой таких кадров. Сургутский государственный педагогический университет лишь в позапрошлом году начал подготовку учителей математики. Этим же занялся и Нижневартовский институт. Традиционно вузы Югры готовят гуманитариев. Точники – это не то чтобы катастрофическая проблема, но это дефицит. И надо сказать, что это проблема не только автономного округа. Хороший учитель физики, математики, химии, биологии – это дефицит всегда и везде, причем в советских времен. Зарплата здесь достаточно привлекательная и школы сейчас очень даже конкурентоспособны, например, даже с какими-то управленческими структурами и педагоги идут работать туда. Офисов врачей общей практики больше. В Югре принято решение о выкупе помещений в жилых домах региона под обустройство филиалов поликлиник. Речь идет в первую очередь о педиатрических отделениях. Это одна из корректировок последнего заседания Думы Ханты-Мансийского автономного округа. В 2019-м из дополнительных 28 миллиардов рублей, распределенных по многим статьям в расходной части, на выкуп объектов образования и здравоохранения потратят более 4 миллиардов. Скорректированы соответствующие строки в бюджете и на будущие два года. Выделены достаточно серьезные деньги на выкуп в домах мини-поликлиник. Это тоже решение проблемы, пока не решится проблема глобальная. Самая большая сумма была выделена на решение жилищных проблем в части аварийного жилья. Вот сейчас обращали внимание именно на аварийное жилье. Тысяча зрителей, сотни показов, десятки стран-участниц. В Ханты-Мансийске продолжается международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня». И хоть по факту последний день его работы 6 марта, торжественное закрытие запланировано уже на сегодня. Вип-гости и организаторы опять пройдут по красной ковровой дорожке в вечерних нарядах, а после на кульминации объявят имена победителей. Режиссеры и дебютанты смогли в этом году удивить даже самых искушенных зрителей. Например, режиссер Гарри Клевен предложил к просмотру в категории «Кино для всех» фильм «Мой ангел», где по сюжету девушка влюбляется в невидимку и даже создает с ним полноценную семью. Неожиданного, любопытного я обрел в полномерии. Интересный фильм. Фильм необычный. Чувства у меня смешаны, потому что после такого фильма нужно переваривать информацию. В целом, мне понравился фильм. Еще конец счастливый, любовь побеждает. Поэтому мне, как девочке, это очень понравилось. И это такой миленький. Сейчас я увидела фильм «Мой ангел». Мне фильм очень понравился. Он такой очень романтичный, лирический. Такая красивая сказка о любви. И главная мораль этого фильма, на мой взгляд, что если любишь человека, все преграды можно преодолеть. Югорчане увидели княжну Мэри. Спектакль по Лермонтову поставила театральная мастерская Сергея Соловьева. Показ состоялся в концертно-театральном центре «Югроклассик» в Канты-Мансийске. Режиссер Татьяна Самбук постаралась максимально сохранить текст первоисточника. Не поменялось ни место, ни действо. Бомонд приехал на юг отдыхать и лечиться минеральными водами, где главный герой Печорин разбивает сердце юной княжны. А вот музыкальное сопровождение впечатляет. Например, страдает героиня под ритмой группы Би-2. Постельные сцены заменяют соло на барабане, а мазурка на балу больше похожа на дискотеку. Ну, Сергей Александрович Соловьев говорит, что это мой стиль, что это мой театр, потому что вот сейчас у меня три спектакля, и все они достаточно музыкальные. И если честно, то на самом деле я сначала слушаю музыку, а потом ко мне приходят некие этюды, которые вот мы и воплощаем на сцене. Татьяна Самбук утверждает, что ее учитель, а по совместительству президентки на фестивале «Дух огня», в рамках которого состоялся показ, практически не вмешивался в работу молодого режиссера, оставляя простор для экспериментов. Роли исполняют восемь студентов в ГИКО, поступившие в мастерскую Соловьева четыре года. Они всю постановку княжна Мэри не покидают сцену, и также все они в один голос говорят, что такой спектакль только так и нужно играть камерно, практически на одном уровне, с немногочисленными зрителями, потому что тема интимная и актуальная во все времена. Лично мне, мне больше нравится именно в таком пространстве, оно такое уютное. Я с удовольствием, конечно же, хотел бы иметь опыт на большой сцене, потому что это совсем другая энергетика, подача, работа. Но в большинстве случаев мы вот так вот работаем. На старт с хорошим настроением в Сургуте в девятый раз прошла лыжня России. В массовой гонке приняли участие несколько тысяч человек. Впервые состоялся забег для самых маленьких. Воспитанники из 50 дошкольных учреждений пробежали 400 метровку. Все подробности знает Дмитрий Круковец. Перенос спортивной гонки на более поздний срок, похоже, оказался очень верным решением. Благодаря теплой погоде 2 марта на лыжи получили возможность встать тысячи сургутян. Забеги лыжни России в Сургуте изначально должны были пройти 10 февраля. Изменение времени и начало стартов было связано с морозами и карантином. Но в первый весенний месяц проведению спортивного праздника уже ничего не мешало, и люди с радостью вышли на дистанцию. Я в лыжне России уже участвую десятый раз. Для меня это уже юбилейное участие в лыжне России. Стараемся участвовать за дошкольное отделение. Поддержать всю Россию. Мы должны все кататься уметь на лыжах, потому что снег, север. Поэтому если кто не умеет кататься на лыжах, для него должно быть это стыдно. Не прийти сегодня, ну и не принять участие в лыжне России. Для Александра Фролова участие в лыжне России традиция. Его инвентарь – охотничьи лыжи, которым уже почти полвека. А металлическая заплата на носке – напоминание о том, как они спасли жизнь трем мужчинам. Легковая машина ехали. Что-то в колесо попало, и она перевернулась кверху колесами. Мы втроем сидели в машине. А лыжи наверху были привязаны. И вот на лыжах, кверху колесами машина и проехала. И тем самым посланом жизнь. В соответствии с возрастной группой участники преодолевали дистанции в полтора, два, три и пять километров. Были и личные зачеты среди самых опытных. Юных любителей лыж определили и самую многочисленную семейную команду. В этом году не обошлось без новаций. Организаторы предусмотрели отдельную 400-метровую дистанцию для дошкольников. Ее преодолели 400 ребят из 50 детских садов. Лыжные гонки из года в год привлекают под свои знамена новых участников. Большой интерес вызывают данный вид спорта и у дошколя в том числе. Поэтому решили организовать для них отдельный сегодня вот забег. Лыжня России в Сургуте прошла в девятый раз. В этом году зарегистрировались для участия в забегах 2000 любителей активного зимнего отдыха. А общее количество горожан на спортивном празднике достигло отметки в 4000 человек. Дмитрий Круковец, Сергей Коликов, Сургут, Интерновости. Осваивают инженерию из детского сада. В Сургуте прошел региональный этап российских соревнований по робототехнике. Участники должны были сконструировать модель ветряной мельницы и даже военного танка. Самому младшему 6 лет. Юные робототехники соревновались по двум направлениям. Икар-старт – это соревнования, придуманные у нас в России. Расшифровываются они как инженерные кадры России. То есть это соревнования, которые подразумевают, что дети, пройдя множество этапов соревнований, увеличивая свой возраст, смогут быть в будущем профессиональными инженерами. VEX IQ – это соревнования, направленные на конкретное направление. Это американские соревнования. То есть ребята-участники этих соревнований после победы на всероссийском уровне, на что мы очень надеемся, смогут участвовать также и во всемирных соревнованиях в Америке. В региональном этапе участвовали 38 школьников практически из всех муниципалитетов округа. По итогам турнира большинство призовых мест заняли сургутяне. Они интересно двигаются, можно собрать какого-то робота шагающего, можно много всего собрать. Интересно. Я могу стразиться с другими автотехниками. Это развивает мозг и просто интересно собрать модель, потом с ней играть. Эти и другие новости есть на нашем сайте indefisnews.ru. А следующий выпуск программы в центре событий с Юлией Давыдовой смотрите на телеканалах Сургут Интерновостей. До встречи в эфире. Богемская рапсодия. Фантастическое атрибют-шоу. 12 марта. Филармония. Детский развлекательный центр «Остров пиратов» приглашает детей и родителей отметить день рождения, отдохнуть в семейном кругу, повеселиться на игровой площадке, провести мероприятия для дошкольных и школьных групп. Торговый центр «Вершина», пятый этаж. Подробности по телефону 33-23-20. Профессиональные мастера из Таиланда в салоне спа-массажа «Тайрай». Не знаете, что подарить? Подарите себе и своим любимым красоту, здоровье, молодость. Надоели вросшие волосы и частое бритье? Попробуйте эпиляцию будущего. Безболезненно, надолго, с эффектом подтяжки и омоложения кожи. Интеллектуальная лайдерная система фотона удаляет даже светлые волосы и подходит для загорелой кожи. Косметология будущего «Голдберг». Проспект Ленина, 18. 1 миллион 750 тысяч рублей, и вы владелец готового комфортного жилья в поселке Дорожный. Подробности в отделе продаж компании «Сипромстрой» улица Есенина, 2, телефон 600-190. Компания «Сипромстрой». Добро пожаловать домой. Только в эфире «Лаврадио». Доброе утро! Утренние красавцы Курочкин и Соколов помогут тебе проснуться с удовольствием. Каждый будний день с 7 до 11 утра. Включай «Лаврадио». Здравствуйте. Информация о погоде на 4 марта в студии Алена Раковская. На погоду в Преобье оказывает влияние циклон, доставляя в регион достаточно холодные воздушные массы. Сегодня днем в Сургуте и окрестностях облачно. Временами снег, возможно, метель. Ветер западный с переходом на юго-западный. 7-12 метров в секунду порывистый. Температура воздуха минус 5, минус 10. В магазине «Домашний погребок» большой выбор самоваров. От классических до расписных. А также продукты для изготовления праздничных напитков. Дрожжи, натуральные ароматизаторы, дистилляторы, бочки. «Домашний погребок». Торговые центры «Агора» и «Богатырь». В магазинах «Домашний погребок» более 20 видов дистилляторов со скидкой 50%. В течение дня солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба. У «Карапузов» все просто. Молочные смеси для роста. Цены падают, скидки радуют. Детские сухие молочные смеси на 30% дешевле. Только в «Карапузе». «Карапуз». Всегда радостные покупки для детей в магазинах «Карапуз». Достойное качество по выгодным ценам. И желаю вам успешного дня. И до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!